И назначьте штраф, чашку кофе с того, кто первый начнет обсуждать бывшего Если вы работали с ним в одной компании и после расставания продолжаете вместе работать Вряд ли вы построите новые отношения, если и дальше будете лежать на диване Знаете, некоторые женщины, влюбляясь, делают себе татуировки Девочки, это самое глупое, что можно только сделать И следом напишите список своих достоинств Как забыть старые отношения и уже начать строить новые? Не секрет, что очень часто после расставания женщины до 7 лет не могут построить новые отношения Все зависит от того, каким было расставание, что был за мужчина и почему он так и не выходит из головы Я Федорова Екатерина, семейный психолог, секс-коуч, автор 15 книг, эксперт на радио Ну, давайте с вами порассуждаем о том, что же нам мешает забыть старые отношения Как ни странно, чем больше мужчина был абьюзером, чем больше боли он вам причинил Тем тяжелее бывает этого мужчину забыть Почему так? Я больше так не могу Особенность нашей психики Но наша задача сейчас выяснить Как же нам забыть о бывшего и все-таки открыться новым отношениям? Итак, первый пункт Прекратите общение Любое общение Если вы работали с ним в одной компании и после расставания продолжаете вместе работать Вам крайне сложно будет его забыть Девочки, постарайтесь сократить общение минимумом Переведитесь в другой отдел, в другой офис А может быть, даже экстремально можно уволиться с работы Ну, потому что, да, очень сложно строить новые отношения, когда старая рана еще болит Второй пункт Прекратите его обсуждать Прекратите его обсуждать со своими подругами, знакомыми, друзьями, коллегами Ведь на самом деле каждый раз, когда вы его вспоминаете Вы заново раздражаете свои нейроны И заново заставляете себя влюбиться в него и начать переживать по этому поводу Ни в коем случае Попросите друзей тоже не поддерживать вашу беседу И назначьте штраф Чашка кофе с того, кто первый начнет обсуждать бывшего Дальше Прекратите оправдывать его А, к сожалению, женщины очень часто начинают оправдывать мужчину В связи с тем, что он вам изменил В связи с тем, что он вас бросил, полюбил другую и так далее Ну вот, однозначно была какая-то причина И женщины начинают его оправдывать А вот он вот был такой, а вот я сама виновата И все такое Прекратите Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь Как ни странно, очень хорошо работает техника отвлекаться Разумеется, если вы только-только расстались Сразу бежать на дискотеку, ехать в кругосветное путешествие не стоит Нужно дать время боли Нужно пережить, прожить эту боль Об этом говорят все психологи Но если вы уже который год продавливаете диван Ничто вас не радует и ничего не хочется То пришло время поставить точку Вряд ли вы построите новые отношения, если и дальше будете лежать на диване Итак, найдите себе новое хобби Придумайте себе какое-то путешествие Даже поездка в соседний город будет интересной и увлекательной Ищите себе новых друзей Начните новый цикл обучения Все это вас невероятно отвлечет Ну а почему бы не отучиться у меня, например, на гипнотерапевта Или на секс-коуча с получением диплома государственного образца Такая возможность ведь на самом деле есть Следующий пункт Начните взаимодействовать и флиртовать с другими мужчинами Специально для вас сегодня подарок Урок по флирту Переходите по ссылке, которая есть внизу Подписывайтесь на мою рассылку И посмотрите мой новый урок по флирту Обязательно начните его практиковать Ведь одно дело посмотреть, другое дело начать использовать в жизни Начните использовать в жизни эти техники и приемы Тогда ваша жизнь по-настоящему изменится Начните флиртовать Ну а как я вам подсказала Не забудьте поставить галочку, чтобы получить мое письмо И проверьте спам, кстати Еще один важный пункт Не стесняйтесь просить о помощи Кого просить о помощи? Друзей нет, девочки Не надо друзьям уже лить в 101 раз в уши историю о том, какой он козел Иначе и друзья с вами перестанут уже общаться Я считаю, что самым правильным обратиться к психологу Например, к чуткому психологу Федоровой Екатерины Ведь я написала не только книгу «Измена», «Как выйти замуж», «69 секретов счастливого брака» Но и книгу про боль расставания и про то, как пережить боль от расставания Книга о любви, смерти и смысле жизни Можно записаться ко мне на индивидуальную консультацию И, конечно же, разобраться с этой проблемой, если вы сами не можете с этим справиться И все пункты вышеперечисленные вам не помогают Дальше, прекратите следить за ним Большинство женщин до сих пор, даже если они год, два, три расстались, просматривают соцсети Девочки, заблокируйте его Заблокируйте сами возможность видеть его Удалите его номер телефона Пусть он останется где-то в истории Все, если есть какие-то подарки не очень дорогие, которые вам не очень цены Тоже уберите их с глаз долой Даже если он вам подарил дорогие часы или украшения Ну, какое-то время вы можете их просто-напросто не носить А дорогую машину, ну, с такими подарками не расстается Но в любом случае можно ее продать, купить себе новую Так что обращаю ваше внимание на то, что ничто не должно напоминать о нем Знаете, некоторые женщины, влюбляясь, делают себе татуировки Девочки, это самое глупое, что можно только сделать Вот, благо сейчас есть специальные лазеры, которыми можно свести абсолютно любую татуировку И наслаждаться жизнью без них и без напоминаний о бывшем Дальше, напишите список преимуществ вашего расставания Прям возьмите ручку и бумажку и напишите 10-20 преимуществ Почему вы с ним расстались и почему ваша жизнь стала лучше Не можете придумать быть, прям придумывайте Это действительно на самом деле выход И следом напишите список своих достоинств Ведь очень важно понять, что он вас бросил не потому, что вы плохая Потому что некачественная, неинтересная Он просто-напросто не смог рассмотреть ваши достоинства И кто знает, может быть, вам придет в голову добавить к этому списку достоинств еще что-то Умение садиться на шпагат, ваш развитый эмоциональный интеллект А может быть, ваше умение танцевать Айда на растяжку, на танцы или на какой-то новый цикл обучения Ведь это на самом деле очень интересно Ну что, все сделали, опять не помогает Ну что ж, в этом случае поможет только гипнотерапия Делать это нужно с настоящим профессионалом Я, конечно же, предлагаю свою кандидатуру Ведь вы знаете, что я получила даже премию «Лучший гипнотерапевт» Гипнотерапевт года в 2020 году И уверена, что с вами тоже получится сделать качественную сессию С помощью которой можно забыть бывшего Или забыть какое-то событие, которое вас терзало и мешает строить счастливую жизнь в настоящем Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на меня на ютубе Подписывайтесь в соцсетях У меня есть канал Телеграм Федорова Екатерина «Давайте чаще» У меня есть канал «Давайте чаще» ВКонтакте Конечно же, подписывайтесь на меня в Инстаграм У меня там целых пять аккаунтов Один по психологии, один по сексу Ну и мой интернет-магазин Где, кстати, можно купить мои книги? В электронном виде или в бумажном? Книги «Как выйти замуж» «69 секретов счастливого брака» «Измена» Книга о любви, смерти и смысле жизни Около шеста И другие книги на тему секса Уверена, что они вам очень сильно понравятся Ну что ж, ваша Федорова Екатерина Ваш любимый чуткий психолог До новых встреч Пишите внизу в комментариях Было ли у вас когда-нибудь такое, что вы не могли забыть бывшего? Или у вас есть подруга, которая страдает? Что вам или что ей помогло? Поделитесь своим опытом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok